друзья сейчас буду есть окрошечку видите налил себе целую тарелочку окрошки тут зеленый лучок укропчик ну и все ингредиенты которые нужны для крошки вот так вот она выглядит такая аппетитная я крошку вообще очень люблю моя слабость окрошечка окрошечка друзья приятного аппетита не видите голос сел я простыл поэтому такой голос у меня других подробностей александр рассказать не смог а Наталья Насачева только поздоровавшись тут заметила что угнанный автомобиль не единственная проблема Леры на этот момент давайте я сейчас две минуты поработаю есть с ним уголовный бульф была вот такая вот в висках была оказывается еще бывает рыбная знаешь что у тебя она получила после страшной перец и горчица оказывается что горчица она поняла что стало не такой как все я начала видеть закрыт глаза в спальне было видно входную дверь и я увидела что заходил муж и закрыла глаза и вдруг я увидела что за мужем я пришла и вот я Наталья Насачева работает в госпитале Бурдем с помощью своего дара она даже снимает фантомные боли у солдата если я несколько тысячам человек помогу хоть не чаще каких то вопросов то это все равно все сегодня у нас среда но я уже жду поскорее бы наступила пятница чтоб отдохнуть на работе вообще очень сильно устаю но у меня вот с первого июля должен быть отпуск тридцать один день вот если с первого июля я в отпуск уйду получается сегодня у нас 14 июня да две недельки осталось поработать и поеду домой отдыхать к своей родной Лизочке грузоокружку вообще бесподобную вкуснят она в направлении запада или селера от advantages я и вообще вас посмотри спасибо вам я сейчас то говорила можно По-моему, победитель этого испытания в очереди. Хотя не все так просто припьют пока. Ответление решающие испытания еще впереди. Ответление решающиеся. Автобусы мне нравятся, знаете, окрошкой. Когда квас холодный такой. Из холодильника. И вот окрошка на холодном квасе. Вообще обалденная. Древняя водовода по миске хранит в тебе множество тайн. Одна из них станет сегодняшним занятием. Древняя вода по миске хранит. И меня в тебе добро. Кто видит, что вот это вот за ранень. Кто тебе подсказывает с вами ткану. Ткану информация из камня. Кто скажет камень. Я вижу, как через вот эти двери вносит гроб. У меня две версии. Первая версия это скреп. Вторая это что вы уточнение. Друзья, спасибо вам огромное за поздравления. С днем рождения. Такие поздравления были. Вообще очень душевные, добрые. Мне очень понравились. Спасибо вам большое. Этот дом был построен 200 лет назад. В его подвале находится скреп, в котором хоронили всех членов семьи, хозяев и усадников. После революции на месте усыпальницы сделали столовую. Единственное, что осталось от умерших, это эти надгробные плиты. Захоронений под ними нет. Останки бывших хозяев были выброшены во враг напротив. Смогут ли экстрасенсы почувствовать энергию смерти? Да, я готова. Пойдемте. Проводит эксперимент историк Павел, коренной житель поселка Сулханов. Его дед своими глазами видел, как останки его носили в пледах. В экстрасенсорике я лично не видела. Кроме Павла, за ходом испытания вызвали наблюдатель-скурсовод Ирина и купечица Татьяна, которая уже много лет работает в Доме отдыха с Тепаном. Это, конечно, царское место. Возможно, здесь проводились какие-то вечера. Но здесь решались очень важные государственные проблемы. Друзья, вот здесь решались какие-то планы, замыслы. Ой, аж мурашки. Можете себе представить, что было бы с Натальей Григорьевной, если бы она увидела, что на самом деле находилась в здании 200 лет назад? Может быть, что-то, если бы у меня не так стало, то бы мне показали послольно. Но, увы, муципальницу Наталья Григорьева не разглядела. Это не так. Нельзя ординарно к нему подходить, говорить, что это муципальница. Нет. Здесь, между прочим, очень много было секретных дел происходило. Александр Новиков, он проходит испытания в Царыне и, судя по всему, уже что-то почувствовало. Да, Саша, только сахар себе положит. Сахар положит. И все-таки, все-таки, я не знаю, какое время я сейчас называю, и все-таки здесь ели. Ели. Здесь все-таки ели. Я не знаю, какое время, где контакт, но здесь все-таки были. Пусть не забила. Столовая, столовая. Жрали, жрали, жрали. Меня действительно поразило, когда она сказала резко и жестко. Точнее, казаньте, подобрать слово нельзя. Потому что есть в храме, это все-таки... Конечно. Это не похоже. Это не отцека. А после того, что отцека, что там было? Столовая. Вот она все перебивает. Друзья, воды у нас до сих пор горячая нету, но включат только 17-го числа. Я, короче, себе на плитке грею ведро воды 10-литровое и вот так моюсь потом. Беру ведро с собой в ванну, такой черпачок маленький и уже кипяток разбавляю холодной водой и вот так вот моюсь. Неудобно вообще иметь контакт с тем, которые не каждому дано. Не надо что. Она вызвала у меня ощущение того человека, который... Неудобно ничего поделать. Да, голос у меня вообще стал. Ужасный. Вернулся. А вот эта шорт вычерок разлетела, когда она обмалась. И красная шорт вылетала по белым небу. Ведь будет очень театрально. Всё. Ах... ну все друзья спасибо за просмотр всем счастливо пока пока друзья пока